Итак, мы начинаем. Кто-то хочет спросить, кто-то спрашивает. Да. Несколько лет назад ты сказал, что когда прана приходит в лоб, она через некоторое время уходит из тела. А когда прана приходит в область лба, то душа постепенно уходит, через некоторое время уходит из тела. Уточни, пожалуйста. Прана приходит в область между бровей и потом уходит. А что, тело может остаться живым без праны, без тела? Продолжать функционировать? Это чудо. 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 Потому что тело живет, когда внутри прана есть. Прана – это атма, душа. Когда прана живет внутри, душа, а тело функционирует тогда. И вся энергия исходит из праны. Все время энергия поступает из праны. Энергия идет вовне, через наши органы чувств. Глаза, нос, рот, уши. И тогда ты можешь видеть, ты можешь слышать, говорить. Чувствовать запахи. Это не значит, что глаза смотрят. Глаза – это как окна. Уши не слушают. Прана внутри это делает. То есть, когда ты смотришь, энергия выходит из тебя. И когда кто-то умирает, обычная жизнь, смертью, прана выходит из него. Когда прана выходит, тело умирает. И мы говорим, этот человек умер. Но в основном прана выходит через вот эти отверстия, через рот, нос, глаза. У кого-то по-разному. У кого-то через сексуальный центр. Есть девять дверей в теле. И когда прана выходит из тела через одну из этих дверей, тогда происходит обычная смерть. Мы говорим, этот человек умер. Все, закончился. Но у нас есть и десятая дверь. Она находится в Сахасраре. И когда ваша прана выходит из Сахасрары, это происходит нирвана, самадхи. Это также является смертью. Но это не телесная смерть. В этот момент все ваше тело, ваше эго, все, чем вы себя считали, умирает. В тот момент ты тоже подобен мертвому человеку. И вот ты закончился. Когда через десятую дверь выходит твоя прана, ты идешь, преподаваешь в пространство света. А когда через одну из девяти дверей, то тогда в темноту попадаешь. И только десятая дверь открывается в свет, в свободу, в мокшу, в нирвану. И вот это просветление. Там заканчивается твое эго, твой ум. После этого ты не можешь взять новое рождение, ты снова не рождаешься. Потому что ум хочет заново рождаться. Он говорит, у него какие-то желания есть, и вот поэтому он возвращается, снова рождается, берет тело. И когда через десятую дверь ты выходишь, то ум полностью отбрасывается. Это просветление. И ум не возвращается. И вот через десятую дверь, когда прана выходит, она растворяется во всем существовании. Как вот одна капля воды, вы берете эту каплю воды и в море бросаете. Или просто стакан воды выливаете в океан. Тогда вы не можете определить, где конкретно в океане эта капля воды, это стакан воды. Она становится океаном полностью. Везде. Тогда вы находитесь везде. Безграничная. Никаких границ, пределов. Бесконечная, огромная, как небо. Но тогда, если только хочет существование, то использовать это тело дальше, после просветления. Он хочет нести послание, сообщение людям через это тело. Оно само не может это сделать, потому что тела у него нет. У него нет рта, ушей, глаз. Чтобы говорить. Для этого нужно тело. И тогда он возвращает тебя снова назад, просветленного. Он становится мастером. И он несет послание всему миру. И вот, когда твоя прана внутри тела, ты находишься в теле. Тогда ты чувствуешь, что ты внутри тела. А когда прана освобождается, выходит, тогда ты ощущаешь, что тело в тебе находится. До этого был ты в теле, то есть прана была в теле. А потом ты везде, а в тебе тело. И не так, что ты отдельный. Нет, все находятся в тебе. Ты являешься всеми. Поэтому после просветления мы говорим всегда. Тот, кто просветлен. Поэтому просветленным приходится приходить к каким-то уловкам, чтобы заякориться в этом мире. Потому что они не могут его держать. Очень трудно им держать тело. Им необходимы какие-то якоря, какие-то причины, чтобы здесь быть. И как только это исчезает, он сразу улетает наверху. Он не может быть, он не может тело удерживать. И вот в этом разница. Вот это чудо происходит. Никого в теле нет, но он использует это тело. И поэтому он говорит, я не тело, я не ум. Потому что они знают, что они знают, кто они, что они такое. Они знают, что они везде находятся. Они как небо, они как пространство. Небо и пространство, оно везде находится. Вот в этом разница. Но это происходит только тогда, когда твоя прана выходит через десятую дверь. прана, и тогда он не возвращается, он как бы взрывается. Вот атом. Очень маленький. но он полон энергии. Бесконечная энергия. И когда прана выходит через десятую дверь, вся вот эта сто процентов энергии пробуждается и идет в небо, растворяется. Он становится небом. очень много. Бесконечное количество энергии имеет прана. И когда через девятую дверь выходит прана, то очень мало энергии высвобождается при этом. Когда она выходит через уши, глаза. И когда вы улетаете тело, эта прана тоже идет из этой двери. Так что, если вы смотрите, кто-то умирает, вы можете видеть, у кого-то глаза открыты остаются, у кого-то рот открыт остается. Если кто-то через сексуальный центр выходит, то у него случается мочеиспускание или дефекация. Вот какой центр у вас открыт, через то вы и выходите. И если вы выходите из одной из девяти дверей, то вам придется вернуться назад. Потому что у вас есть желание, ум. И эти желания заставляют вас снова и снова рождаться. Во-первых, ваша энергия должна подняться в сахар сразу. в сахар, когда возле десятой двери будет очень сильная энергия, существование потянет, и дверь откроется, и это выйдет, и будет самадхия просветление. вот это чудо, оно очень редко происходит. человек просветляется, человек просветляется, три-четыре возвращаются. Они ушли и ушли, и все, они не возвращаются. те, те, кого выберет существование, те, кого захочет существования. Оно смотрит и думает, о, вот это тело мне подходит, оно может распространять, нести послание мое. и тогда это происходит. Потому что вы полностью заканчиваетесь, вас уже не существует. И чтобы не говорил такой человек, это говорит существование. Чтобы он куда-нибудь не смотрел, это существование смотрит. Это только существование в нем присутствует. Никакого человека, персоны, личности никакой нет там. Человека нет. Я закончился там. Эго нет. только существование. Вот это чудо. Это очень редко происходит и зависит от существования полностью. Кого оно выберет? Это не в ваших руках. Вы полностью становитесь новым, обновленным. То, что было до этого, полностью ушло. Вы просветлели и вы стали полностью к новорожденной. И вы делаете то, что делает существование. в будущем. Продолжение следует...